Если уж говорить об идеях, о том, куда мы идем, кто мы такие, может быть, специальные уроки разговора о главном дадут ответ на этот вопрос, а также патриотическое воспитание, которое сейчас в школах начинают активнее внедрять, и плюс появились разговоры о начальной военной подготовке. Кстати, Минобороны предлагает 4 урока в неделю сделать для НВП, хотя в советской школе, про которую вы говорили, и уроки начальной военной подготовки проходили всего один раз в неделю, ну вот у меня, по крайней мере, так было. Хорошо ли вообще это, с точки зрения церкви, дети и автомат Калашникова? Ну, конечно, хорошо бы, чтобы оружие было не нужно. Вот так-то Бог через Библию, через Евангелие очень простые посылы дает. То, что есть главная заповедь — любить друг друга. Не убивать, не какое-то насилие производить, а любить друг друга. Вот об этом говорит Бог. А любое оружие от первого камня, от первого ножа и до сегодняшних каких-то этих спутниковых систем, навигации, наведений, беспилотников, это все равно, так или иначе, связано с убийством. Так-то Бог сказал, что не убивай. Но оружие может убивать, быть предметом насилия, оружие может быть, может защищать. И если все-таки в школе, обучение в школе будет связано с наукой защищать, защищать жизнь того, кто рядом, защищать ценности, которые у нас есть, знать эти ценности и уметь за них постоять. Но я считаю, что это правильные уроки. Это правильные уроки. Меня в школе учили. Мы проходили курс начальной военной подготовки. Но так получилось, что все-таки жили в такой военной среде. Поэтому эти уроки были интересными, глубокими. И их проводили не отличенные физруки, а очень конкретные люди, которые приходили к нам из военной части. И я считаю, что это нужно. Это нужно, это взбодрит наших детей.